Еще месяц назад больные онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом могли получить помощь не только в КБ номер 50. В одну из частных клиник нашего города приезжали специалисты из областных медицинских центров, Нижегородского НИИТО, клинических больниц, специализированного сосудистого центра Нижнего Новгорода и прочих. Но сейчас саровчане оказались лишены их помощи. В город пускают ограниченное количество врачей из столицы региона. Хотя есть указ президента страны, где четко и ясно сказано, что медицинские предприятия обязаны работать в время эпидемии. Поэтому у меня в руках отказ от главы администрации города Саров, где он нам отказывает во въезде высококлассных специалистов, которые оказывают неотложную медицинскую помощь. При этом, со слов Виктора Мелешкина, пациенты, оказавшиеся без консультации лечащих врачей, обращаются с просьбами привезти медиков в город. В противном случае, не получив помощи здесь, саровчане будут вынуждены поехать к доктору в Нижний Новгород, где риск заболеть коронавирусной инфекцией возрастает в разы. В Сарове прием вести безопаснее. Клиника соблюдают все необходимые меры профилактики. Нижегородские врачи приезжают к нам, естественно, с согласованием Роспотребнадзора Нижегородской области и с нашим управлением Федеральным медицинским агентством. Мы просчитываем, узнаем все контакты этого доктора, если чтобы он не на работе и по семейным обстоятельствам не был контактным с коронавирусной инфекцией. Эти врачи получают QR-коды от нашей организации, поэтому автоматически эти коды всегда аннулируются, если человек становится контактным или карантинным. Изначально клиника подавала список на въезд 56 человек. Им отказали. Три недели никто не приезжал из Нижнего Новгорода. Сейчас разовые въезды разрешили части специалистов. При этом с тем, что консультации нижегородских медиков необходимы, согласны и сами областные врачи, которым разрешили въезд. Уделяя пристальное внимание контролю за распространением коронавируса и лечению больных COVID-19, нельзя забывать и о других больных, которые порой требуют безотлагательных медицинских консультаций. Есть также ряд заболеваний, которые задействованы, например, на диагностические мероприятия, связанные с фазами менструального цикла в гинекологическом аспекте. Есть заболевания, которые требуют динамического наблюдения, например, при заболеваниях щитовидной железы, которые требуют динамического наблюдения для корректировки и, скажем так, урегулирования процесса лечения со стороны, например, специалистов-эндокринологов. Если большинство пациентов могут сменить врача и попасть на УЗИ или на консультацию к хирургу или гинекологу в нашей больнице, то есть ряд больных, которым необходимо постоянное наблюдение областного специалиста. Это группа детей, которые родились недоношенные. Они наблюдают, проводится скрининг каждые две недели, осмотр областного специалиста для выявления ретинопатии недоношенных, которая непосредственно ведет к слепоте пропущенная. Если не смотреть их здесь раз в две недели, они просто обязаны и вынуждены приезжать в Нижний Новгород. Сюда же относят пациентов с онкологией, ревматоидным артритом и другими заболеваниями. Владимир Путин призвал не забывать о других больных на фоне пандемии коронавируса. Люди должны получать всю необходимую помощь. Остается надеяться, что это распоряжение президента не перейдет в разряд пожеланий и не будет игнорироваться. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.